Это анализ рынка, 11 апреля 2022 года. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в жестком минусе, фьючерсы США и ЕС тоже в большом минусе, нефть в минусе. Фон критически негативный, поэтому допускаю отражение негатива всерыночного и на рынке РФ уже сегодня. К тому же, учитывая, что широкий сентимент вероятнее все побежит покупать доллары, то и курс доллара сегодня, и как минимум локально, можем увидеть высший уровень пятничного закрытия. Начну я, пожалуй, с того, что банк Morgan Stanley сообщает, что хедж-фонды выступают активными продавцами на нынешнем росте индекса S&P 500, то есть американского рынка акций. И к тому же, сам Morgan начал ожидать падения акций в начале марта и советует своим клиентам продавать любые ралли в S&P 500. Ну, хотя бы какой-то банк американский озвучивает правду. Ибо отрыв дивергенции между индексом S&P 500 и продавцами гигантская. А у нас впереди кризис. Вот как так. То есть, об толпу обкэшиваются сейчас, как это было в 2019 году, как это было в 2013-2014 году, как это было в 2006-2007 году. Один в один. Далее, российские государственные операторы, ну, тот же Ростелеком, ряд других еще операторов, не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia, несмотря на усиливающуюся политику импортозамещения. Компании не смогут полностью заместить часть европейских решений, сообщает коммерсант. Ну, наши подписчики в комментариях написали такую вещь. Вот, Александр Бакеев написал, цитирую. Я думаю, где-нибудь в Армении, к примеру, создадут филиал какой-нибудь, какую-нибудь фирму и будут делать через нее заказы оборудования. Возможно, будет и не одна, и не только в Армении. Андрей Ермолов пишет, например, Казахстан. Вадим Камов пишет, Вьетнам будет поставлять австралийский кенгуру. Знаете, если бы было все так просто, господа, они бы давно уже создали дочки на территории СНГ, ну, то есть дочерние предприятия. Но надо помнить то, что эти дочерние предприятия будут выявляться западными странами и на них будут накладываться санкции. Надо понимать то, что сейчас в политике ее игра без правил. На те же самые дочерние предприятия, банковские, там, ряда других секторов, санкции уже западная коалиция наложила. Все. Те дочерние предприятия не могут осуществлять работу в прежнем режиме. Но то, что там будет с телекомами, поверьте. Поэтому, с точки зрения оборудования, интернет, скорее всего, будет лагать. Я, по крайней мере, последние недели-две за этим активно наблюдаю. Прямые трансляции нас лагают. И это не моя проблема, это проблема телекома, интернет-оператора, которому я подключен. Причем это не у одного только интернет-оператора такие проблемы, но еще и ряд других. В общем и целом, ну, не знаю, что-нибудь скоро увидим, посмотрим. Что касается фармацевтики, большие фармкомпании отказываются от исследований в России, сообщает коммерсант. Отказ крупных фармпроизводителей, включая Токенда, Астразенника, Файзер, Санофия от проведения международных клинических испытаний препаратов в РФ грозит российским специализированным центром потери почти половины потенциальных контрактов. Не решит кардинальную проблему переориентаться на фарминдустрию Китая, предупреждают эксперты. Это, господа, то, о чем я сам лично неоднократно говорил, что уповать на Китай смысла нет. Китай также зависим от западного оборудования, от западных патентов. Это надо учитывать. Участники рынка рассчитывают на возобновление работ, так как Россия наряду с Украиной компенсирует большой фарм и слабый набор пациентов в других странах. Ну, во-первых, есть, конечно, российские фармкомпании, но качество производимых товаров у них крайне посредственно. Это надо понимать. То есть, возвращаемся постепенно к советской медицине XX века, ну, а также к народной медицине. Такие, как Кашпировский, Чумак, Торологи, Хироманты и прочие народники будут постепенненько появляться в медиапространстве. Вот, помните мои слова, скоро увидите их. Да, еще другая тоже есть новость о том, что уходят большие четверки аудиторов из России, может лишить международной компании, имеющей активы в стране про аудированные консолидированные отчетности. Эксперты уверены, что сторонам придется искать компромиссы и новые пути работы. Иначе у компании возникнет масса сложностей от невозможно отчислить дивиденды до срабатывания ковенант по кредиту. Вот, прикиньте, да? По многим госкомпаниям РФ рассчитывали будущие дивиденды. Такие компании, как Ernst & Young и ряд других там британских и американских компаний. То есть, если вы думали, что это российские бухгалтеры, сидящие в компаниях, рассчитывают дивиденды, я вас просто вынужден огорчить и в пух и прах уничтожить ваши розовые очки. Этим занимается Ernst & Young. То есть, занимался. Кстати говоря, знаете, помимо текущего кризиса, это ж охрененная причина не платить дивиденды в дальнейшем. Как вам? Такой шахмат, господа инвесторы. Вот поэтому на рынке нужно оставаться спекулянтом. И отвечая на вопрос Андрея Рожнова, превратится ли наша биржа в подобие кухни, Андрей, она уже превратилась в кухню. Ты посмотри, как растет индекс РТС в рамках тех проблем, какие есть сейчас. А проблема, извините, структурная. И тот же самый Газпром, там и ряд других нефтегазовых компаний, не должен стоить столько, сколько они стоят сейчас. Это надо помнить. Ну а как думаете вы, пишите в комментариях, подискутируем на эту тему. Далее, российская нефть потечет в Южную Азию. Индия приобрела как минимум 3-3 миллиона баррелей марки Урлс. И Москва готова увеличить поставки. Обсуждают контракты с Индонезией и другими странами региона, сообщает РИА. Внимание! Во-первых, нефть поставляется с дисконтом. Если сейчас условно говоря, нефть марки Брэнд стоит 100 долларов за баррель, нефть марки Урлс стоит 70 долларов за баррель. То есть, покупают азиаты с дисконтом. Да, российский бюджет рассчитан на 40 долларов за баррель базово. Но недосдачу прибыли российский бюджет на себе в текущем году еще ощутит. Ну и опять же напоминаю, что переориентироваться на азиатские рынки, это так себе занятие. Все-таки надо помнить, что Китай пока еще свою ставку не сделал. Ну, в рамках геополитики. Поэтому и уповать только на Китай, ну это прям, я думаю, максимально опрометчиво. В то время как основная толпа считает то, что Китай придет, поможет, чем сможет. Но это полная ерунда. Китай сейчас еще в раздумьях, что ему дальше предпринимать. Что касается рынка сырья, начну с рынка нефти. И плавно перейду на технический анализ этого инструмента. Ну, во-первых, цена тонко торгуется на уровне нижней границы данного треугольника. Я еще раз напомню, что с точки зрения месячного графика, пятиволновая фигура уже сформирована. В принципе, в момент кризиса цели по нефти будут... Первая цель это 88.50. Вторая это 70 долларов за баррель. Ниже ждать не стоит, но вот к этим уровням цена еще подойдет. Поэтому среднесрочная цель в принципе ниже. Ну, и об этом я еще говорил, когда цена была вот здесь, вот на этом эшелоне. То, что выход из треугольника будет скорее всего вниз. Но сейчас постепенненько, даже после вероятного отскока к уровню 105-108 долларов за баррель, цена будет постепенно выходить именно вниз. Ну, такая стратегическая цель на дневном графике будет 86 долларов. Даже 87 долларов. Это ЕМА-200. Поэтому к этому уровню постепенно цена будет выходить. Поэтому сегодня ожидаю задерка вверх с выходом дальнейшим вниз. Природный газ, та же самая ситуация. Имеется паттерн восходящий клин. Внимание, мы об этом клину начали еще говорить. Вот отсюда, что будет формироваться этот паттерн. Почему? Потому что на месячном таймфрейме у нас уже почти сформирована 5-ти волдовая фигура. Конечная, заключительная. Соответственно, выход из этой формации клина будет именно вниз. Ну, вот, например, А, Б, С, Д. Фигура есть. Точка Е, конечно, будет на уровне 6 долларов 70 центов. В принципе, базово ожидаю выхода из точки Д. Выхода цены в точку Е на 6.70. Ну, а дальше уже традиционно выход вниз на ЕМА-9. 6 долларов. Ну, и на медиану полосу больше 5.55. В общем и целом, жду задерга. Дальше буду ее шортить. Природный газ. Далее, золото серебро платит на палладе. Во-первых, золото боковик. Имеется. В принципе, внизу они стопы уже собрали вот здесь. Я еще раз напоминаю вам отношение рынка по отношению к трежерис, по отношению к драгметаллам. Ситуация какая? Ситуация следующая. Рынок не верит ни словам ФРС, ни трежерис. Реальная доходность трежерис минус 7, минус 8% годовых. Омозаключение делайте сами. То есть, минус 7, минус 8% это с пережитым на инфляцию. Инфляция 8%, доходность трежерис 1,5-2%. Соответственно, рынок это все понимает. Рынок не спускает цену ни в золоте, ни в серебре, ни в платине. Это надо помнить. Соответственно, пока будет цена торговаться в этом боковичке, но цели есть и выше. Там 1960, 2000, ну и 270, 200, там все это есть. В долгосроке до золота увидите по 3,500-4,500. Поэтому, если вы инвестор золота, то вообще не шевелитесь, не парьтесь и просто сидите и ждите вашей прибыли. Серебро с точки зрения спекуляции. Те, кто покупал по нашему прогнозу на ЕМА 100 и на ЕМА 200, фьючерсные контракты на серебро. Может быть, вы покупали ОМС на серебро в Сбербанке, условно говоря, или ВТБ не играет роли. Сейчас стоит задуматься о продаже серебра по текущим уровням. Либо поставить стоп-лосс и двигать его по мере роста. В любом случае, сопротивление медианы полосы Бонжера достигнуто. 24,90 доллара выше. Продавцы пока не дадут по цене выйти. Платина та же самая шляпа. Я еще вот здесь говорил, что цена будет выходить вниз, выбивать стопы на отработку данного шипа. Вышли. Теперь идем вверх на уровень 1000 баксов к медианной полосе Бонжера. Если вы тоже находитесь в позиции по платине, покупали ее по нашему прогнозу по 940, то фиксируйте прибыль. Потому что профит в районе пусть 4-5% это тоже неплохие деньги. В то время как основное большинство бабки просто продувает. Палладий пробил ЕМА 100 и ЕМА 200. В принципе, целевые уровни в районе 2600. Еще активные. Ну и тоже серьезно непроторгованная область здесь. Вплоть до уровня 300-300. Но эти уровни, опять же повторяюсь, пока я их не затрагиваю. Базовая цель 2600. Вот идем сюда. В рамках формации двойное дно. Что касается валютного рынка, пара рубль-доллар, я еще раз напомню, что учитывая сентимент форумов, то, что там пишут, как они излишне, ну скажем так, настроены на эту пару рубль-доллар, да, там пару евро и прочее. Скорее всего, они будут сегодня покупать. Вероятность такая есть, да, такая вероятность есть. Вообще, базово, если посмотреть на техническую часть этой пары, на дневном графике имеется перепродность, имеется серьезный откуп. Возможно, либо инсайдеры выкупали, либо еще кто-то выкупал, ну, роли не играет. Кто-то как-то да выкупал. Вот, и, соответственно, цену есть резон, рынку загнать на Яма-9, 82.55, ну, и, вероятно, еще на медиану Полуцебонжер 93.40. Вот, о более больших уровнях я пока не говорю, рано еще говорить о них. Вот, Яма-200, уровень 71.30, о чем я тоже ранее говорил, что сюда придет, вероятно, не придем, но отскочим. Взяли, отскочили. Ну, цели вот, 82, ну, и 92 округленно. Поэтому, я посмотрю на открытие рынка, в принципе, если увижу со стороны толпы широкий интерес к доллару, в виде больших заявок на покупку, да, ну, я могу фьючерс CI, пару рубль-доллар, залонговать. Ну, если есть, как говорится, там по ситуации увижу. Но, в любом случае, уровни есть и выше. Вот, Яма-9 по фьючерс CI 86 тысяч пунктов. Это Яма-9. И высший уровень, это медиана Полуцебонжер 96 тысяч 500 пунктов. Поэтому, если вы спекулируете такими инструментами, фьючерсами, да, то здесь необходимо спекулировать со стопами, с стоп-лоссом. То есть, нельзя, скажем так, без стоп-лосса в позицию по фьючу входить. Просто, опять же, доллар это интересная бумага, и ценность своя она еще не потеряет. Это учитывайте. А то многие долбоящеры находятся, которые указывают совершенно обратно противоположное, что, мол, это крах американской империи, бла-бла-бла. Да, Рейдалю нам это сказал, бла-бла-бла, мы такие тупые олени, мы в это верим. Верьте, хорошо. Только этот лохотрон Рейдалю вас зазывал покупать эти сраные бумаги, эти сраные акции. Тогда, когда я вам говорил, берегите кэш. И те, кто приберег кэш, сейчас короли на рынке. А те, кто не приберег кэш, это короли параши. Поздравляю их. Искренне и от души. Поэтому, хоронить бакс сейчас смысла нет никакого. Соответственно, даже если смотреть на теорию циклов, Кондратьева, теорию циклов, валют. Извините меня, американцы могут еще цикл отправить на 25-30 лет. Если сейчас Китай поймет то, что начинать экономическую войну с Америкой нецелесообразно. Почему? Потому что Китай сейчас уже готовит плацдарм в виде экономических отношений между своей страной КНР и Америкой. Они уже постепенненько экономические отношения выравнивают. Тренд пока сохраняется. Дальше увидим. Поэтому, если бакс смотреть на средний срок-долгосрок, да, интересен. Абсолютно. Но с точки зрения спекуляции, тоже интересен. Но, повторяюсь, первая цель-то 86, вторая цель-92. Но надо брать со стопом в такой ситуации. Ну, как будете брать вы, решать вам. Мне как-то фиолетово. Что касается евро. Та же самая ситуация. Первая цель-то ЕМА-200, ЕМА-9. 90 долларов, 90 рублей. Короче, 91 рубль за евро. Юань. Ситуация аналогичная. Вот имеется уровень ЕМА-200, ЕМА-9. Снах сегодня, вероятнее всего, к ней вновь подойдет. Выше находится уровень на недельном графике. От текущего большого уровня проторговки на недельном графике. Это уровень 14.30. Да? И уровень 15 рублей. Ну, в принципе, диапазон тоже активный. Посмотрим. Если широкая толпа будет сегодня пампить, условно говоря, доллар, то они будут пампить автоматически и евро, и юань, и ряд других валют. То есть, от доллара именно сегодня много чего зависит. Но я лично, как говорится, если войду в валютные активы, я войду, естественно, во фьючерс. Ну, с точки зрения спекуляции, он мне был бы наиболее интересен. Далее, индекс РТС. В принципе, базовые цели почти достигнуты на уровне ЕМА-9 по недельному графику. Соответственно, те, кто так особо верит, то, что рынок российский будет прям расти, 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 ну... Я еще раз напоминаю, что есть цели вот здесь, вплоть до уровня 800 пунктов, соответственно. И эти цели рано или поздно, я полагаю, опять же, на мой личный взгляд, будут отрабатываться со стороны рынка. Сейчас индекс торгуется на медианной полосе Больджера, ниже ЕМА-9. Поэтому после задерга по утру ожидаю возврат на ЕМА-9 уровня 1039 пунктов. Вот. Но дальше, повторяюсь, поддержка на 1000 пунктах имеется, ну, а затем еще все ниже. Фьючерс на РТС, та же самая шляпа, ожидаю задерга вверх и выход на ЕМА-9 99 тысяч пунктов. Но цели, повторяюсь, есть и ниже. Также на фьючерсе. В принципе, подводя итоги, могу сказать следующее. Будут идеи на рынке акций РФ, я их весь что опубликую, там, публично, хотите отрабатывать, хотите нет, уже решать вам. Повторяюсь, у меня как-то фиолетово. В любом случае, я рассматриваю на сегодня фьючерс на пару рубль-доллар. Если увижу серьезные покупки, естественно, я им поспекулирую. Повторяюсь, цели по нему есть выше текущих уровней. Вот, и непосредственно идеи на рынке акций, я тоже постараюсь какие-нибудь найти. Есть найду, повторяюсь, опубликую. Если YouTube на территории РФ заблокируют, то у нас имеются телеграм-каналы, в каждом описании под каждым видеороликом, ВКонтакт, группа и Яндекс.Зен и Рутюб канал. На эти медиаресурсы вам рекомендую подписаться, чтобы быть в курсе всех событий, так как, повторюсь, если YouTube на территории РФ забанят, то на эти ресурсы мы будем анализы свои постить. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия, наши главные союзники. Всего вам доброго и до свидания.